Компания Ирбис. Сегодня мы хотим рассказать про современные палатки, из чего они состоят, как они ставятся. Для примера мы взяли двухместную палатку компании Трамп. Сейчас мы расскажем, из чего она состоит, как она ставится и сколько это примерно занимает времени. В основном, современные палатки все двуслойные. Они состоят из внутреннего слоя, получается, и наружного тента, который защищает от дождя, от ветра. Колышки, каркас. Пока внутреннюю палатку доставай. В данном примере каркасы бывают из разного материала сделаны. Вот у нас среднего уровня палатка сейчас. Каркас у нее из дюропола. Сначала первое, что мы делаем, мы устанавливаем внутреннюю палатку. Это, наверное, тамбурная дуга. Делается это следующим образом. Собирается дуга. Дуга. Поближе, поближе подойдите, пожалуйста. Устанавливается дуга, получается, палатку. И пристегивается. Вот на такие ливерсы. Оно с красной штукой. А, да, это на тамбур. Да. Это означает, что мы ее будем вставлять в тамбурную. Ну, это уже следующая. Короче, она не наша. Вставил? Да. Так, вот мы сейчас установили внутреннюю палатку. Это, получается, основное спальное отделение. Оно защищает... Оно состоит из дна водонепроницаемого и верхней дышащей палатки. Вот. Служит для того, чтобы защитить от каких-то растений, животных, комаров и все такое. Вот. Далее, чтобы... То есть в жаркую погоду можно ставить, допустим, палатку даже без верхнего слоя, без тента. Вот. И спать только... Ну, если, допустим, вы только днем спите. Вот. Но по-хорошему ставится еще и тент. Тент накидывается просто сверху. Наша палатка имеет два входа-выхода. Что, все правильно? Да. А, просто снимать, да, с той стороны удобнее? Да, да. Давай перевернем тогда. Все она у нас одинаковая, без разницы, где вход-выход. Поэтому просто снимать со стороны удобнее. Поэтому мы ее перевернем. Сможешь, в принципе, подходить, какие-то моменты снимать. Вот у этой дуги, у третьей, у нас есть по краям красная изолента. Она специально помечена для того, чтобы не перепутать ее вот с тамбурной дугой. Видите, здесь красные, получается, края. Она вот предназначена для того, чтобы поставить тамбур. ذا я иду. Да. Точно. 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 далее тент нужно закрепить на основную палатку со стороны так здесь уже закупили там закупил да все следующий этап получается мы крепим палатку к земле делаем это всегда в комплект любой палатки ходят колышки колышков как правило много запасом колышки кстати бывают разного из разного материала сделано то есть эта палатка у нас универсальная она у нее колышки стальные они достаточно тяжелые но для экстремальных палаток можно использовать алюминиевые они намного легче вот что мы делаем сначала угол установим открытый по диагонали затем давай вот тут диагональ затем оттягиваем тамбур вот далее что мы делаем то есть еще у нас вот такие оттяжки боковые вы устанавливаете палатку вместе где ну ветрено то по-хорошему ее нужно оттянуть вот такими вот эти вот этими оттяжками всеми по сторонам делается это для того чтобы вот когда сильный ураганный ветер допустим чтобы палатку не сдуло чтобы ее не ну уж короче чтобы не сдуло вот то есть если вы ставите палатку где-то в лагере где рядом еще какие-то палатки то я бы рекомендовал оттяжки эти не использовать почему объясню потому что вот когда это тяжку ее нужно оттягивать примерно вот на такое расстояние это оттяжка световозвращающими элементами причина в темноте видно часто бывает что человек идет без фонарика между палаток и спотыкается о вот эту оттяжку ладно просто споткнется упадет бог бы с ним да но часто бывает что сильно споткнется и может порвать тент от палатки вот поэтому если мы в лагере ставим ветра нету другие палатки рядышком лучше их не ставить а вот где-то на открытой местности в горах то желательно оттянуть ну вот примерно так установка палатки у нас заняла примерно пять минут не спеша вдвоем ну 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 Продолжение следует...